Всем привет, с вами снова Павел. Сегодня хотелось бы поговорить о решении такой задачи, как видеонаблюдение в приквартирном холле. Но вы можете использовать данную информацию и для других сценариев, будь то внутри квартирное видеонаблюдение или за участком индивидуального жилого дома. Итак, начнем. Для решения данной задачи многие ставят к себе в квартиру видеодомофоны. Большинство собственников жилья заменяют ими дверные звонки и обычные глазки. Я в данном решении потребности для себя не увидел, так как электромагнитные замки у меня не планируются, интеграция с подъездным домофоном не требуется, а вот запись картинки по движению и ее хранение в течение какого-то времени нужна. И тут видеодомофоны проигрывают IP-видеокамерам и по качеству картинки, и по разнообразию форм-факторов камер, и по выбору фокусных расстояний, а также по другим характеристикам, и по выбору вариантов организации записи и хранения видео. Для себя я остановился на следующей схеме. Первый компонент этой схемы 4-мегапиксельная камера от одного из китайских брендов, с как можно более широким углом обзора и питанием PoE. Второй компонент – монтажная коробка для данной модели камеры. Третий компонент – PoE коммутатор, либо PoE инжектор, как в моем случае. Распакуем камеру и монтажную коробку. Приступим к монтажу камеры и подключению ее к домашней сети. Продолжение следует... Итак, камера с помощью монтажной коробки установлена на стену над дверью, подключена по витой паре к домашней сети и питается с помощью POI-адаптера. Произведем краткую первоначальную настройку. В первую очередь указываем статический IP-адрес, либо настраиваем его резервацию на нашем DHCP-сервере. Меняем первоначальный пароль. Активируем дополнительный поток для трансляции видео наружу с уменьшенным качеством. И создаем пользователя для доступа к этому потоку с правами только на просмотр. Далее нам нужно запросить у своего провайдера статический IP-адрес, или воспользоваться сервисами динамических DNS имен, а также настроить на роутере проброс 554-го порта на внутренний IP-адрес камеры. Теперь вы можете смотреть лайв-видео с камерой с сети интернет, подключаясь к ней посредством протокола RTSP, например, проигрывателем VLC. Но нам ведь этого недостаточно, и мы еще хотим иметь архив с записями, когда в поле зрения камеры было обнаружено движение. Для этих целей можно было бы приобрести видеорегистратор и установить его в квартире. Но есть нюансы. Во-первых, это дополнительные капитальные затраты, которые нужно понести здесь и сейчас. Во-вторых, существуют риски выхода этого регистратора из строя, например, из-за потопа от соседей сверху, перепадов напряжения или тому подобного. В-третьих, видеорегистратор в квартире может стать жертвой злоумышленников, действия которых вы как раз надеялись посмотреть в записи. Поэтому мой выбор – сервис облачного видеонаблюдения. Но выбор такого сервиса – дело сугубо индивидуальное. Анализируйте тарифы, удобство панели управления в вебе, возможности мобильного приложения, глубину хранения архива и делайте свой выбор самостоятельно. Для подключения к облачному сервису нам понадобится та самая ссылка на дополнительный RTSP-поток вашей камеры. Далее выполняйте настройки в зависимости от возможности сервиса и ваших потребностей. Нужна ли вам постоянная запись или только по обнаружению движения? Нужно ли реагировать на движение во всей площади кадра или только в его части? И так далее. На этом сегодня все. Друзья, спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось это видео и оно показалось вам полезным, то не поленитесь, нажмите палец вверх, мне будет приятно. Берегите свое здоровье, пишите комментарии к видео, задавайте вопросы. Всем пока!